Добрый день, у микрофона Мария Постникова. Мы продолжаем семейные разговоры о важном и сегодня узнаем, как и чем живет семья учителей, хватает ли времени на совместный отдых и какой главный секрет семейного долголетия. Наш гость сегодня Валерий Анисимов, преподаватель ОБЖ Технологического колледжа. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Сразу хочу рассказать, показать. Добрый день, медали вручают не только за подвиги героические, а у нашего гостя есть тоже медаль. Семье Анисимовых вручили в 2011 году. За что? За какие заслуги перед Отечеством? Медаль называется «За любовь и верность». Была она нам вручена в 2011 году. На тот момент мы прожили 27 лет вместе. Она вручается по инициативе, насколько мне известно, жены тогдашнего президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы. До сих пор она вручается семейным парам. Она так и называется «За любовь и верность». Вы удивились супругой? Когда пригласили, когда сказали, что будут вас награждать. Тяжелая очень, тяжелая такая. Да, естественно, мы не знали об этом. Это была инициатива муниципалитета. Нас пригласили в Ленинград и вручили такую медаль. Дети присутствовали наши. Детям сколько тогда было лет? Ну, минус, считайте, минус 13 лет. Дочери сейчас 39, сыну 37, будет минус 13 лет. Ну, вот такое было прямо чувство гордости, мама, папа. Конечно, они фотографировали нас и были очень горды. Так же, как, собственно, мы сейчас гордимся ими. Замечательно. Пусть таких вот медалей в вашей жизни будет еще много-много-много. Спасибо. И еще больше счастливых совместных лет жизни. Значит, сколько вы на сегодняшний день с вашей супругой уже в браке? Вы знаете, мы познакомились 8 марта. Ой, как замечательно. 1984 года. А где знакомство произошло? А знакомство произошло на дискотеке. На студенческой дискотеке мы проживали в одном общежитии. Обучались мы тогда в городе Красноярске в педагогическом институте. Это сейчас университет. Я тогда был институт. Она обучалась на факультете русского языка и литературы, то есть она филолог. А я обучался на факультете физического воспитания на отделении начального военного обучения. Тогда был предмет в школах НВП такой. Вот я заканчивал специалитет физического воспитания начального военного обучения. Вот мы там познакомились. Я любил тогда заниматься такими вещами, как музыка, проводил дискотеки. Вот мы познакомились тогда с ней и всю ночь проговорили до самого утра. Сколько тогда лет вам было обоим? Мне было 84, а она мне на 5 лет помладше. Не 84? Не, мне было 24. 24? Да, 24 в 84 году. А ей было 19 лет. Сколько ухаживали за будущей супругой, за невестой? Ну, получается, что 8 месяцев. Мы расписались 17 ноября 1984 года. Через 8 месяцев. Вот так прямо сразу даже не стали дожидаться? Не думаясь ни о чем. А окончание учебы? Нет, у нас родилась дочь летом после третьего курса. И четвертый курс мы учились с ней очно, с дочерью. А с дочкой ходили на занятия или по очереди нянчились? Нет, история очень интересная. Утром она ее накормит. Мы ее укладывали в коляску. Кроватки не было, естественно, какой студенческий быт. И уходили на первую пару, оставляя ее. Она еще лупала, глазами лежала. На вторую пару прибегал я или она. На третью пару опять менялись. И так вот мы закончили институт с дочерью. Ну, с сыном, наверное, не удалось бы закончить. Тот с рук не слазил. А дочь была спокойная, студентка такая. Так, а бабушки, дедушки помогали? Финансово только. Мама присылала нам деньги, да. И ее мама присылала деньги. А так они не могли, потому что жена у меня из Калининградской области. Ее родители здесь. Они когда-то уехали на заработки в Сибирь. Там она поступила в институт. Мы познакомились. А мои родители в Иркутской области тоже работали в то время. Поэтому мы все сами, нам никто не помогал. Ну, вот как думаете, Валерий Валерьевич, вот сейчас, да, нынешняя молодежь, вот такая ситуация бы, да, тоже вот молодая студенческая семья, появился малыш. А силили бы они вот это и на учебу ходить, и малышку воспитывать? Вы знаете, я вот всегда говорю студентам, что послушайте, что я вам говорю, потому что я пожил в ту эпоху и живу в эту. У меня есть возможность сравнить эти два времени. Вот, я сейчас в качестве сравнения хочу сказать, что тогда, наверное, было как-то постабильнее, потому что когда в правкоме узнали, что, значит, мы собираемся заводить ребенка, нам дали комнату. Мой друг, председатель студсовета, притащил мне холодильник со студсовета. Он говорит, мне там, собственно, особо-то и не нужен. Вот, и... А сейчас это все индивидуально, поэтому, наверное, ребята, которые испытывают друг другу настоящее чувство, они все смогут пережить, все трудности. А мы, вот я вспоминаю, тогда же не было никаких памперсов, подгузники вот эти просто не вырывали. Пока мы ее усыпим... Я, кстати, пока усыплял, пел колыбельные песни, а утром товарищ мне через стенку, который жил, говорил, хорошо поешь, я говорю, а что такое, я так хорошо засыпаю под твоей колыбельной, он говорит, он слышал. И пока это все перестираешь, ну, раньше двух часов мы не ложились. И поэтому как-то вот эти вот трудности, они нас настолько сблизили, и мы все это пережили. И потом в дальнейшем, когда мы уже после института поехали жить на крайний север, у нас родился там сын, у нас там никого не было, ни дедушек, ни бабушек, знакомые только там коллеги. Мы тоже все, семь лет там прожили, все сами, своими руками. Никогда не было никаких в семье ссор, конфликтов, каких-то серьезных проблем, вот которые на тот момент было сложно решить? Ну, я думаю, что нет в мире ничего идеального, но к этому, как говорят, нужно стремиться. До сих пор бывают какие-то размолвки, о чем-то мы там можем поспорить. А потом сами смеемся. Из-за чего? Из-за какой-то мелочи, да, казалось бы. Ну, а какие-то трудности, ну, это были, наверное, бытовые трудности, особенно в 90-е годы. Потому что мы семью создали в 84-м году. Дети к 90-м годам у нас маленькие еще были, да. Да, 91-й, 2-й, 3-й годы, вот сложные годы. Зарплату могли давать раз в 4 месяца, раз в полгода. И поэтому, ну, такого плана были трудности. А то, что там именно семейные взаимоотношения, ну, это... Все решаемо было? Конечно. Вы оба преподаватели. Вот это хорошо, когда семейная пара представители одной профессии. То есть всегда есть о чем поговорить, общие интересы. Или какие-то минусы? Ну, минусов здесь я никаких не вижу, потому что мы всегда поддерживаем друг друга. И у нас есть всегда общие темы для разговора. Мы очень часто обсуждаем с женой какие-то новшества, нововведения, которые в системе образования. Каждый свою точку зрения высказывает. Вот. И мы всегда найдем о чем поговорить, понимаете. Вот, казалось бы, столько лет прожили, а всегда мы найдем тему для разговора. Мы всегда друг друга можем поддерживать. Она придет, скажет, вот у нас в гимназии... Она работает в первой гимназии городосоветской заместителем директора уже тоже немало лет. Кстати, она училась в этой гимназии когда-то сама. И я ей какие-то советы могу дать, потому что свою бытность я тоже отработал 21 год в школах. Из них 6 лет директором одной из школ городосоветской. И поэтому у меня тоже какой-то опыт есть. Она где-то мне может подсказать. Где-то вот... Я даже скажу, что она более продвинутая в компьютере. Я у нее спрашиваю советы какие-то. Вот, в каких-то программах компьютерных она всегда мне поможет. Валерий Анисимов, преподаватель ОБЖ Технологического колледжа. Сегодня делится секретами долголетней семейной жизни. Мне вот интересно. Вы и супруга, вы оба преподаватели. Детей своих в строгости держали? Или часто бывает, что все внимание деткам чужим, а свои как-то вот так вот на втором плане? Да, вот вы как раз сказали, о чем я подумал, что большую часть времени в сутки отдаешь себя чужим детям в школе, да? А своим остается меньше. Ну, мы своих детей воспитывали, не скажу, что в строгости, но мы старались, чтобы они понимали нас, дети. Они действительно выросли таковыми сейчас, что мы гордимся ими. Понимаете? И мы видим, что то, что мы в них вкладывали, оно дало свои ростки. Понимаете? И будем надеяться, что они воспитают своих детей в таком же ключе. Внуки уже есть? Двое внуков. Внучка закончила, перешла в шестой класс, а внучок во второй класс. Ну, а у сына приемная дочь. Надеемся, что будут свои дети у них. Ну, я правильно понимаю, сын, дочь не продолжили семейное дело, никто не пошел. Нет, они не продолжили наше дело, не поддержали нас. Сын строитель, а дочь юрист. Сейчас непростое время. В плане того, что современные дети, они, мне кажется, уже знают все сами. Ни чьи советы не нужны. Ни папины, ни мамины, ни бабушек, ни дедушек. Ну, вы как думаете, да, вот заканчивают школу, кто-то 9 классов, кто-то 11. Как правильно вот к этому моменту определяющему подойти, да, помочь, направить? Или, ну, решай сам. Потом будешь свои шишки сам набивать. Вы имеете в виду с точки зрения преподавателя или родителя? С точки зрения преподавателя. Вы понимаете, сейчас дети-то какие-то раньше перед учителем, как говорят, шапку в мороз снимали. А сейчас тебя будут уважать дети, если тебе есть за что уважать. Тогда они будут уважать и к тебе прислушиваться. А для этого нужно очень много работать над собой, чтобы ты был уважаемой личностью не только в своем педагогическом коллективе, но и среди студентов. Я почему говорю студентов, поскольку работаю в колледже. Вот, и поэтому тогда они к тебе прислушиваются, к твоим советам. Подходят с какими-то вопросами. Ну, тем более, в свое время я куратором учебных групп был, и я был заведующим отделением в колледже 9 лет. И, соответственно, приходилось решать какие-то и житейские проблемы студентов. И кому-то общежитие нужно, у кого-то сложные семейные отношения, и родителей на беседы приходилось приглашать. Поэтому это входило в мои прямые обязанности. Но когда они заканчивают, и когда ты идешь вечером по городу, и в темноте с другой стороны улицы тебе кто-то кричит, Валерий, Валерий, здравствуйте, это чертовски приятно. И когда к тебе подбегают, и жмут руку, и спрашивают, как твои дела, это здорово. Ради этого стоит жить. А вдруг внукам, когда подрастут, будете советовать, какую профессию выбрать? Ну, вот с внучкой сейчас мы в Сибирь ездили, у меня там родители брали с собой ее. Я спрашиваю, кем ты хочешь стать? Пока еще не задумывалась. Пока вот увлечение меняет те, те, те. Играет в футбол, в регби, занимается в театральной студии. У нас в Советске при первой гимназии создали театральную студию, в которой занимаются родители со своими детьми. Местный актер с нашего местного театра вот занялся таким. Это очень здорово. И она очень даже там успешно у нас занимается. Ну, пока еще вот не определилась. Шестой класс только еще. Вот. Ну, я думаю, что стоит с ними разговаривать, постоянно спрашивать, мотивировать на что-то их. Чуть-чуть направлять? Да, 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 конечно. В вашей семье были какие-то общие увлечения? Выходные дни, в походы ходили, куда-то обязательно выбирались, в кино, в театр? Вы знаете, мы любим путешествовать. В свое время, когда была возможность выехать за рубеж, мы выезжали. Мы были и в Австрии, в Германии, в Чехии, в Словакии. Вот. Собрались уже было в Париж, купили путевки в 20-м году. Тут ковид вот как раз случился. И не съездили. Нам так и не удалось съездить. Вот. К сожалению. Но сейчас мы переориентировались. Мы понимаем, что мы еще не все видели в нашей стране. Мы в прошлом году съездили на Валаам. Это очень здорово. Были в монастыре святого Александра Свирского, на острове Коневец. Значит, здорово. Такая аура. Просто мы нисколько не жалеем. И планируем в дальнейшем совершать такие путешествия. А кто главный в доме за развлечения? Вы или супруга? Вот кто все придумывает? Куда поедем? Что посмотрим? Ну, куда поедем, как правило, инициативу проявляю я. Это хорошо. Потому что мужчины обычно любят поваляться на диване. Да, да, да. И поэтому. А вот таких увлечений. Какие увлечения дома? Дача. Люблю ремонт дома делать. Дача есть у вас? Да. И у вас сил хватает и на дачу? Да. Ну, я как бы там не выращиваю овощи. У меня фруктовые деревья. Ну, нужно косить траву, ухаживать за этими деревьями. А жена, она любит читать. Я ей не препятствую в этом. Прекрасно. Вы замечательный супруг. Да. Валерий Валерьевич, вот за воспитание все-таки кто отвечал? В большей степени вы? Вы знаете, у нас дележки никакой никогда не было. Если у нас какие-то ситуации такие были, вот я знаю, бывают такие ситуации, что папа начинает воспитывать, мама начинает приставать. Мы, если я вдруг в каких-то ситуациях, ну, скажем так, начинал ругать своих детей, она никогда не приставала, она понимала. Или она в этот момент занимается воспитанием, я никогда не лез в этом, понимаете. Если мы когда-то каким-то образом наказывали детей, то мы не показывали, что мы их жалеем. Вот мне мать с детства этому научила. Мне когда-то сказала, что если я вас наказывала, она говорит, я ночью подойду, пока вы спите, и вас пожалеют. И так же и мы. Подойдешь, поцелуешь, пока спит. Чтоб он не видел этого. Вот как-то это по наследству передалось, понимаете. Родители у меня, они такие из семьи рабочих, и они меня научили все делать. И я в свое время мог и корову подоить, и сено мы косили, печи топили, воду носили. Все, мы жили на земле. И поэтому мы с братом благодарны, что нас всему этому научили, понимаете. Ну, у нас сестра еще была, к сожалению, рано ушла из жизни, поэтому мы с братом вдвоем. А теперь вот как думаете, да, современные родители, они вот стараются, ну, хотя бы чуточку вот то, о чем вы сейчас сказали, вложить в своих детей? Или все поменялось? Вы понимаете, сейчас люди-то стали намного комфортнее жить, намного комфортнее. И сейчас 94% той энергии, которую вырабатывал, 94% энергии вырабатывалось мускульной силой человека и животных 150 лет назад. А сейчас все поменялось. Сейчас настолько мы комфортно живем, и поэтому это усилием воли только можно заставить сейчас, да. Двигаться, например, малоподвижный образ, это бич нашего времени сейчас. К сожалению. Три главных кита в завершении программы, на которых держится семья Анисимовых. Три главных пунктика. Ну, я думаю, что это взаимопонимание, взаимоподдержка и поддержание семейных традиций. А в чем секрет семейного счастья? Ну, когда-то мы зажгли огонь семейного очага, его нужно поддерживать, продолжая любить друг друга, испытывать те же самые чувства, которые мы когда-то испытали в молодые годы. И обязательная ответственность друг перед другом, перед близкими. Сегодня у нас гость Валерий Валерьевич Анисимов, преподаватель ОБЖ Технологического колледжа. Вам большое спасибо, что были сегодня с нами. Счастья в вашей семье. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Счастья в вашей семье.